Выездная практика работы специалистов консультационного центра образования номер 11 применяется не первый год. На этот раз коллектив профессионалов побывал в Абазинском районе в школе Ола Эльбурган. Психологи и логопеды провели консультацию с родителями школьников, оказали им необходимую помощь. Какие еще задачи и цели рабочей поездки стояли перед педагогами, узнала Альбина Ланкова. В этом году центр образования 11 продолжает работу по оказанию психолога педагогической помощи. На этот раз специалисты приехали в школу Ола Эльбурган. Обмен опытом – это первый шаг по достижению общей цели – стать лидером по качеству общего образования. Образовательное учреждение центра образования 11 продолжает реализацию проекта «Современная школа». Его паспорт изменился, но форма работы осталась той же. Центр образования в этом году реализует еще два проекта. Это проект 500+, и проект «Школа новых технологий». Все эти проекты взаимосвязаны и пересекаются с проектом «Современная школа». Цель всех этих трех проектов – это повышение качества знаний учащихся, компетенции преподавателей и родителей. Поэтому сегодня цель нашей работы – как раз сплотить в этом направлении администрацию, родителей и учителей. В рамках взаимодействия проектов 500+, и «Школа новых технологий» педагоги обсудили совместную профессиональную деятельность. Ее целью стало повышение эффективности и компетентности преподавателей. Эти и многие другие вопросы, выработанные учителями на практике, затронули на встрече. Общение было в форме диалога. К выездной работе были подключены специалисты консультационного центра. Их основная задача – оказание квалифицированной помощи родителям, которые хотят дать качественное образование и воспитание своим детям. Очень хороший логопед нам подсказал, кое-какие упражнения нам дали, как себя вести с ребенком, как с ним общаться, как его поправлять. И, надеюсь, такие будут консультации не последние, чтобы помочь нашему населению. В школе Аула Эльбургана учатся 220 человек. Здесь есть необходимость в помощи дефектолога, психолога и логопеда. В начальных классах особо нуждаются в специалистах в области коррекции произношения звуков у детей. К нам приходит подготовительный класс с пяти лет. И в основном половина класса у нас дети логопеды. Им нужна помощь логопеда обязательно. И у нас кружки есть логопедические. Какие-то есть и большие дефекты, мы их направляем. Помощь дефектолога нам нужна. И поэтому приезду мы особенно обрадовались родителям. Наработанная практика специалистами регионального консультационного центра образования показывает отличный результат взаимосвязи дефектолога, психолога и логопеда, отметила Лена Лешова. Выезжая в районы, наши специалисты проводят первичные консультации. Остальные вы можете получить непосредственно в нашем республиканском центре. Это пять бесплатных консультаций. В том числе дефектологов и логопедов, которых не хватает очень сильно в районах. Альбина Ламкова, Руслан Харченко, Вести, Карачаево, Черкесия, Абадинский район.